Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем готовить запеченную картошку с зеленью. Для этого нам понадобится картошка, лук, укроп и петрушка. В качестве специи у нас будет выступать черный перец и красный. Ну и добавим немного масла. Кастрюля здесь стоит неспроста. Ее мы используем как мерную емкость для того, чтобы впоследствии, сюда собрав все ингредиенты, их можно было потом равномерно распределить по целому подносу, ни больше, ни меньше. Итак, приступаем. Начнем мы с нарезки лука. Нарезка лука потом к концу. Как можно заметить, лук нарезается как можно тоньше, в зависимости от способностей. Только он тоньше. А теперь приступаем к нарезке картофеля. Картофель нужно нарезать так же тонко, по вашим возможностям. Не обязательно сделать это ножом. Вы можете воспользоваться кухонным комбайном или овощерезкой, или же другим, любым удобным для вас способом. Главное порезать картофель потоньше. Картофель берется без кожуры, так как... Точнее, картофель берется в кожуре, так как в кожуре картофеля также сохраняются еще полезные витамины и минералы. Итак, картофель мы порезали и поместили в нашу кастрюлю. Порезать мы постарались как можно тоньше. Это вы можете сами увидеть. Теперь мы приступаем к нарезке зелени. Начнем мы с петрушки. Ее мы предварительно отобрали, убрали все лишнее и приступаем к нарезке. Для этого рецепта зелени мы взяли побольше. Она в конце, в духовке сыграет еще свою роль и придаст особый вкус этой картошке. Порезав петрушку, мы приступаем к нарезке укропа. В нарезке зелени нет каких-то особых предпочтений. Ее можно нарезать разным размером. Не обязательно все нарезать мелко. Итак, подготовив все ингредиенты, нарезав их, мы приступаем к смешиванию. Сначала высыпаем все из нашей кастрюли на поднос, на противень, в котором мы будем все это дело перемешивать. Дальше добавляем нашу нарезанную зелень. Добавляем чуть больше пол столовой ложки соли, распределяя ее по картофелю. После добавляем перец. Перец добавляется от ваших пожеланий. Если вы хотите более острую картошку, то добавляйте его побольше. Если хотите менее острую, то добавляйте его, соответственно, меньше. Ну и после всего этого поливаем все это оливковым маслом подсолнечным. И перемешиваем, чтобы все ингредиенты смешались друг с другом. До перемешивания ингредиентов или после можно уже ставить на разогрев духовку. Ее нужно выставить на 200 градусов. Тщательно перемешав картофель с остальными ингредиентами, мы перекладываем его на другой поднос, который уже отправится в духовку. Все это дело нужно распределить по всему противню, не притрамбовывая, просто заполнив всю площадь противня. Итак, картофель мы распределили по поверхности противня. И теперь, когда у нас все готово, мы отправляем наш противень в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Картофель мы отправляем на 40-45 минут. Время нахождения картошки в духовке варьируется от того, какая степень зажарки картофеля вам необходима. Засекаем время и ждем результат. Итак, по истечению 40 минут давайте посмотрим, каков результат. Ну, без комментариев все вы можете видеть своими словами, своими глазами. Картошка пропеклась, она мягкая, но в то же время она с хорошей такой корочкой. Но это для любителей по зажарости. Те, кто хочет менее зажаристой, будут уже регулировать время по своему усмотрению. Так, приготовленную картошку можно кушать как самостоятельное блюдо, так и со свежими или консервированными салатами. Ну и, конечно, с мясными разновидностями. Или соленой и копченой рыбой. Вот такое незамысловатое, но очень вкусное блюдо у нас получилось. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok